В Ненецком округе на стратегической сессии Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» и Департамента финансов и экономики обсудили развитие арктического туризма. Подробности у моей коллеги Натальи Дуркиной. Туризм в регионе активно развивается. За последние годы в этом направлении была проведена большая работа, в том числе при реализации мероприятий в рамках национального проекта «Комфортная городская среда», что позволило создать в столице Заполярья много привлекательных мест. Мы активно участвуем вместе с Центром развития бизнеса, с Департаментом финансов в реализации проекта по развитию туризма, по повышению туристической привлекательности. Как такую реперную точку, наверное, все обратили внимание, в этом году поставили туристическую карту на центральной площади, от которой, наверное, будем надеяться, будет развиваться какой-то туристический маршрут, туристический тропап, который можно будет пройти и ознакомиться с теми объектами или с тем видом и обликом города, который будет, наверное, вновь, для вновь приезжих будет интересен и привлекательным. Значимую роль в развитии туризма в Нинецком автономном округе играет событийный туризм. Такие брендовые спортивные праздники, как Бурандей, Семенхат Мерета, фестиваль «Корюшки» всегда привлекают много гостей. Мы хотим сегодня поделиться наработанным опытом по созданию туристического кластера в Нинецком автономном округе. На сегодняшний день в туристическом кластере уже порядка 65 участников. За три года его существования мы реализовали порядка 40 проектов. Из таких крупных проектов это сделано в НАО, гастрономический фестиваль, фестиваль «Корюшки» и подобные мероприятия. В условиях пандемии у россиян появился интерес к внутреннему туризму, в том числе и к арктическому. На сегодняшний день сложилась такая история в округе, что жители России начали больше обращать внимание на северные территории, в том числе и Арктику. И у нас появляются новые маршруты, новые вызовы для того, чтобы привлекать сюда жителей других регионов, чтобы обмениваться контактами, группами. Туризм потихоньку набирает обороты. По данным статистики, которую привела Татьяна Лагвиненко, в 2019 году округ с туристическими целями посетили 14 тысяч 950 человек, а в 2020 уже более 16 тысяч. Причем в этой статистике учитываются только те туристы, которые останавливались в гостиницах. Ведь именно в это непростое время все субъекты туриндустрии переориентировались. В общем, на российский рынок и, соответственно, на внутренний туризм. Многие россияне стали открывать для себя новые направления внутри страны. На передовой популярности, конечно же, Байкал, Алтай, Краснодарский край, но и немецкий автономный округ чаще стали посещать гости именно с туристическими целями. Ведь в регионах колоссальный туристический потенциал, и нам определенно есть что показать. От снежного сафари до древних дорог Пустозерия. Более 22 туров предлагает Центр арктического туризма для приезжих гостей. Сегодня у нас мероприятие, на котором мы обсуждаем вопросы, связанные с развитием туризма в округе. Собственно, мы будем презентовать деятельность нашего центра. Расскажем о брендовых маршрутах, о мероприятиях, которые мы реализуем. Ну и о проблемах, с которыми сталкиваемся не только мы, но и представители всей туристической отрасли нашего региона. Поэтому мероприятие очень полезное. Здесь присутствуют представители органов власти, представители бизнеса непосредственно, которые оказывают услуги туристам. Я думаю, что очень полезно будет всем пообщаться, судить какие-то общие проблемы и наметить конкретные решения. По итогам стратегической сессии был принят проект резолюции. Документ будет размещен в открытом доступе. Далее, с учетом мнений участников туристического кластера и жителей округа, будет доработан. Только после этого его направят органам исполнительной и законодательной власти для обсуждения и принятия конкретных решений.